Начнем с кадрового дня у главы государства. Сегодня президентом принят ряд решений. Изменения затронули Дипкорпус, Минэкономики и местную власть. С руководителями районов Александр Лукашенко, как правило, определяется заранее, не в разгар политических кампаний в стране. Но решение по кричеву назрело. Акцент президента для местной вертикали, помимо активных действий в промышленности и сельском хозяйстве, уделить внимание работе с людьми. Время сейчас не самое простое, предвыборное. В фото идут разнообразные фейки и современные технологии, которые используются, чтобы дестабилизировать обстановку. Идет жуткое давление на людей сейчас, особенно в интернете. Вы же видите, что кругом фейки, ну жуткие фейки, которые просто меня удивляют. Сегодня мне доложили, хотя это уже было давно, никто не докладывал, что у одного из моих сыновей, а в Швейцарии 840 или сколько миллионов долларов. Наш сын, направьте туда по дипломатическим каналам письмо, кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет. Вот напечатали, ну а люди, знаете, они же не понимают, что это такое. Вот такие фейки, они будут постоянно. И нам это надо иметь в виду и с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами бабичевскими, незыгарями этими из России. Это не наше. Это из России идет информация, выбрасывается. Потом они извинятся с ними. Но людям-то в мозги уже вбросили. Это так вот по военнослужащим. Даже говорят удостоверение службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал. Сейчас печатает, что он против власти. Но это невероятно, чтобы увольняясь службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает как-то обходной лист и прочее. У военных людей так, а в службе безопасности вообще невозможно. Но люди, что простые, которые там сидят, особенно молодежные, этого не понимают. И они смотрят, а вот даже в службе безопасности против президента. Вот такие фейки. Мы с этими должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит. Но это к чему? Они требуют от нас честных и порядочных выборов и предвыборной борьбы. А как это называется? Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ну, ясно, что там за ними кукловоды эти стоят. Они и там, и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и с России подкидывают. Но мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече. Но эта ситуация очень сложная. Очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии. Идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, в наши внутренние дела. Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацелена на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем. Что касается кадровых решений и персон, на должность председателя Кричевского райисполкома президентом согласован Андрей Седуков. Александр Гневич назначен чрезвычайным полномочным послом нашей страны в Швейцарии. Представлять интересы Беларуси и Венесуэля будет Андрей Молчин. Илья Лапоть согласован главой государства на должность генконсула в латвийском ДАВГОВ-ПИЛСе. Работа построена будет на том плане, чтобы, конечно же, был привлечен инвестор, самое главное. Второе, чтобы были поставлены условия, приемлемые для развития сельскохозяйственного производства. Одним из них это, конечно же, дисциплина, которая должна быть на предприятиях, должна быть в организации. Как президент ставил задачу в части, чтобы шло развитие региона, это зависит не только от исполнительной власти. Это зависит и от того населения, которое есть. Если будем работать все вместе, и руководители, и население, и сельские советы, то, конечно же, будут достигаться и результаты. Ротация в руководстве Министерства экономики Юрий Чеботарь пошел на повышение, стал первым заместителем министра. Должность зама заняла экс-председатель Комитета экономики Витебского обл. полкома Анжелика Никитина.